Мария Борисовна Ильина старается не пропускать экскурсии активного долголетия. На теплоходе удалось поплавать и много храмов посетить, и на выставки попасть. Вот и сегодня решила не оставаться в стороне и побывать в главном храме города Видное. А что ждете от сегодняшней экскурсии? От сегодняшнего храм пойдем. Вы были, наверное, почему решили все-таки еще сходить? Ну, во-первых, и храм хорошо посетить, и вместе, в долголетии наши. К Георгиевскому храму участники программы «Активное долголетие» отправились пешком. И прогулку на свежем воздухе, и кардионагрузка, и пообщаться можно. В общем, сплошная польза для здоровья. В храме активных пенсионеров уже ждал клирик Владимир Маркер. Он рассказал, как строился и украшался храм. 11 икон для нижнего храма выполнили дети инвалида Национальной инвоакадемии искусств Краснодарского университета искусства и культуры. Из-за расположения храма в парковой зоне отдельных хозяйственных построек решили не делать. Все необходимые подсобные помещения расположились в телобате собора. Кстати, возвели Георгиевский храм в рекордные сроки. Всего за год и три месяца на месте котлована появилось величественное сооружение. Именно этот факт больше всего поразил участников программы «Активное долголетие». Любая экскурсия очень интересна, особенно когда рассказывает специалист, который владеет информацией о храме, о том, как строилось, какие иконы, все. Это всегда очень интересно. Люди очень довольны. Надеюсь, что и до конца года у нас экскурсии эти продлятся. С начала года в рамках проекта «Активное долголетие» Центр социального обслуживания «Вера» организовал 15 экскурсий и останавливаться не собирается. В ближайшее время участники проекта отправятся в русский район, чтобы посетить скит «Всецарица» Даниловского монастыря. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.